Стараемся идти в ногу со временем. Люди в 30 градусов открывают форточку. Хорошее качество, за которое не будет стыдно. Эти перестроенные контейнеры. Работает он с Алисой. К сожалению, у нас просто интернета нет. Это придумано не нами, то есть дом угробили до того, как его построили. 12-киловаттный котел сожрет весь ваш лид. Чем дача отличается от нормального дома? Выгрузив модуль на трал и увезти его куда угодно. У нас есть линия, мы ее перепели. Доска уже сухая. Соответственно, усадку она давать не будет. Чтобы человек мог заехать и уже плитка наклеена там вся. Самое интересное, что... Спасибо всем, что приехали. Можем начать. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. И сегодня мы поговорим с вами про каркасную технологию. А если точнее, про производство модульных домов. Расскажу про все плюсы и минусы. Все, как вы любите. Модульными технологиями сегодня никого не удивишь. Да и много разных производителей. Сегодня пойдет речь о модульных домах из территории технопарка Сколково. Модульные дома возводят по классической каркасной технологии, но в комфортном, сухом и теплом производстве с применением передовых технологий. Стены, полы и крыши утепляют целлюлозным задувным утеплителем, который не оставляет мостиков холода. Утеплитель называется эковул. Производится он из древесно-целлюлозного волокна с добавлением природных минеральных добавок, которые придают дополнительные свойства утеплителю, таких как негорючесть, паропроницаемость, защита от образования плесени, да и отсутствие обрезков и остатков при монтаже добавляет ему плюсов. По сути, мы наблюдаем обычную вату, которой утепляем дома. Понимаете, что здесь напор не обычной зажигалки, а полноценный огонь. И как бы мы ни пытались ее поджечь, газ, который выделяется из баллона, он сверху прогорает, а самовата не горит. У большинства из нас дома электронные помощники, такие как Алиса, Маруся и другие. При помощи этих помощников можно управлять бытовыми приборами, светом, обогревом. Производитель устанавливает современные технологии в каждый свой модульный дом. Это и беспроводные выключатели, и датчики на открытии дверей и окон, датчики от протечек, удаленное регулирование температуры и многое другое. Электрощит является самым, как сказать, кризисным местом. Несмотря на то, что у нас предусматривается дальнейшее обслуживание домов, поддержка и все остальное, кто самостоятельно обслуживает дома, уверен, никто не знает, что нужно раз в полгода протягивать себе автомат. Мы комплектуем каждый щит вот такой вещью, которая его просто может предотвратить. Рассчитанно на 50 литров. То есть, в случае возгорания в щите... Это вот этот дым, который... Это не порошковый огнетушитель, это подавление кислорода. В закрытом пространстве оно, соответственно, наполняет и подавляет практически любой витамин. Стоит отметить, что производитель, один из первых, получил аккредитацию в банке для реализации своих модульных домов с применением эскру-счетов. На сегодняшний день такая схема считается самой безопасной. А вы меня обязательно поддержите комментарием и лайком. Погнали! Подувной утеплитель ликоватый. Покажем, как это работает. Потому что, я так понимаю, многих это интересует. Много вопросов об этом задается. На нашем производстве площадь его практически 2200 квадратных метров. На этой производственной площадке мы делаем наши дома. Все материалы лежат укрытые, они сухие. Как бы и для, допустим, таковато это технический момент для утеплителя. Наши дома, это дома равной площади. То есть мы сделали типовые проекты. Проект с плоской кровлей альфа. Есть технические решения, которые являются специфическими для конкретного дома. В том числе у него скрытая водосточная система. Есть такое слово под ключ или по тапочке. Мы сторонники того, чтобы полностью все циклы работы взять на себя и дать уже в конечном виде продукт, который соответствует всем ожиданиям клиента. Да, это полностью жилые дома, отвечающие всем текущим снипам. И отвечающие на вопрос про базы отдыха. Один из проектов, который у нас разработан, это комплекс «Дом плюс баня». Сделано на единой платформе. То есть небольшой дом, двухмодульный, да, третий по счету. И небольшая баня. Также на этой платформе можно организовать зону барбекю или поставить чан, чтобы отвечать потребностям арендного рынка. Сколько стоит, сколько стоит, руки отпустите, сколько стоит в среднем сейчас сутки домика в ближайшей области? Но когда вы приезжаете, нажимаете кнопку, там условно 12-киловаттный котел сожрет весь ваш льв. И энергоэффективность никакой не будет. Значительно дешевле его поддерживать постоянно в состоянии маленького баланса. Мы используем тот стандарт, который принят на наш регион, да, вот без изменений. Могут рассказывать вот много чего, где, как, да. Наш стандарт 200 стены, 250 кругов. Это минимальный стандарт утепления для нашего региона. Нет не все, только уличные части. ХМ мы обрабатываем только уличные части. Работает он с Алисой, но, к сожалению, у нас просто интернета нет. Сервер устроен таким образом, что там можно вставить модем с сим-картой, и он будет работать, сам раздавать Wi-Fi. У всех устройств выбрана своя частота. То есть есть датчик протечки, датчики к открыванию дверей. Для чего его можно использовать как в программе, так и как в охранную систему. Датчик температуры и влажности. Это вот как раз-таки контроль дома. В умном доме падает сервер. Например, пропадает Wi-Fi-связь, там интернет, все что угодно. Система продолжает полностью функционировать. Если есть датчик протечки, он сработал, то вода обязательно перекроется независимо, есть Алиса, нет Алисы. Если мы хотим, то мы это делаем. Здесь собрались люди, которые объединены одной идеей. Мы хотим давать качество людям. И хотим отличаться от всех остальных. Больше 100 компаний в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, простите, и Ленинградской области, которые занимаются модульным или каркасным строительством. И тогда ты должен отличаться чем-то от всех остальных. Мы отличаемся тем, что вот наш Сергей Борисович замечательный, который пришел с этой идеей, финские домостроители, это все-таки знак качества. Прийти с теми технологиями, которые отработаны, и которые дают хорошее качество, за которые не будет стыдно. Я хочу продавать то, в чем сам бы мог жить. Делай как для себя. И тогда это будет замечательно. Ну вот наш технолог потом расскажет, что есть специальные гвозди, которые со слоем клея. Они при пневматическом инструменте, когда забивается гвоздь, клей разогревается, и гвоздь этот не вынуть уже. Саморез – это хрупкая вещь. Алексей, добрый день. Вы руководитель Гриндачи. И до этого, насколько мне известно, вы занимались также каркасным домостроением, но это делали на земле. Почему вы решили с земли перейти в модульное домостроение? Добрый день. Практика постройки каркасных домов на земле, как называется, на территории, она показала, что, как бы ты ни старался, все равно есть огрехи, и погодные условия, и устоявшиеся вроде бы технологии имеют свои минусы. Мы решили воспользоваться советом наших финских друзей и немножко усовершенствовать технологию для того, чтобы каркасный дом был не временным жилищем, а постоянным жилищем с хорошим качеством. Для этого что мы сделали? Во-первых, утепление. В каркасном домостроении в основном используется утепление 150. Наше утепление 200. И это не просто утепление минватой, это так называемая задувная технология эко-ватой, когда нету стыков, швов и потерь тепла как таковых. При утеплении данным способом толщиной 200 мы имеем эквивалент 250, и при минус 30 вы можете открывать форточку. Ваш дом останется теплым. Позаимствовали такие вещи, как сборка узлов на клеевые гвозди, что дает стабильное качество конструкции, не позволяя ему расшатываться, оставаясь стабильным при перепадах температур. Мы решили, что сборка дома в цеху на производстве позволяет не зависеть от погодных условий, позволяет сохранять качество стабильным, четким. Мы получаем сухой материал здесь, строгаем и готовим материал для сборки тоже на производстве. У нас на сборку поступает так называемый конструктор, где все детали подготовлены для сборки. Собирая таким способом, мы независимо от погоды, и качество стабильно одинаковое на всех сборочных участках. Которая пришла сюда сухой, но строгалась она здесь в тот самый размер, который заложен конструктивом. И так называемый стапель для сборки, сюда поступает уже доска сухая, строганная в размер и отпиленная в размер. Бригада собирает только, где занимается сборкой. Она не подпиливает, не подгоняет, она просто собирает. Поэтому каждый из модулей имеет одинаковое стабильное качество. Вентиляция устроена следующим образом. В каждой комнате, в каждом помещении стоит рекуператор, который позволяет, не открывая окон и не востужая дом, сохранять комфортную среду в помещении, регулируемую по вашему желанию. Так как мы молодая, современная, динамично развивающаяся компания, то мы стараемся идти в ногу со временем. В каждом нашем проекте установлена система «Умный дом», которая позволяет уйти от проводов, дополнительной проводки, которая тоже уже не актуальна. Через приложение в телефоне вы можете управлять светом, отоплением. Ну понятно, электричеством, Алисом и всем остальным. Если у вас случилась протечка, вы об этом узнаете быстрее, чем находясь дома. К вам придет все на телефон. А Алиса поможет управлять этим дома, не вставая с дивана. Практично, удобно, современно. В частности, про датчик протечки, это не только предупреждение, это и перекрытие клапана. То есть даже находясь далеко и где-то на отдыхе, в отпуске, вам не только предупредят, что это случилось, но и перекроют воду. Алексей, вот у меня есть участок, да? К нему есть нормальный подъезд, обычная дорога. У меня есть электричество на 220 вольт. Как мне, собственнику, нужно подготовить свой участок для того, чтобы можно было возвести, чтобы вы привезли и смонтировали модульный дом? Практически от вас требуется только желание. Мы приезжаем, берем пробы грунта, рекомендуем вам установить данный вид фундамента. Это могут быть сваи, плита. То есть я могу сам сделать по вашему проекту фундамент, или вы это сделали? Абсолютно точно. То есть мы смотрим на землю, которая у вас есть, и исходя из этого мы рекомендуем, можем это мы установить, можете это сделать вы своими руками. По проекту готовится фундамент, и наш дом приезжает к вам практически в готовом виде. Наши модули приезжают, в течение одного дня они приезжают на трейлере, ставятся на фундамент, и следующие 2-10-12 дней, в зависимости от количества модулей, идет сборка, соединение модулей, и подключение электричества, воды, септика и все, что нужно для жизни. Вячеслав, добрый день. Расскажите, пожалуйста, какие есть условия приобретения модульных домов в вашей компании? Добрый день. Самый простой способ приобретения модульного дома, это, естественно, покупка его за свои средства. Целиком денежные средства носить не надо, на время стройки предоставляется рассрочка, деньги приносятся также тремя траншами. Также GreenDatch является ключевым партнером Альфа-банка, и для нашей компании с Альфа-банком разработано уникальное предложение, ставка от 10% годовых. GreenDatch! Всегда интересно, знаете, посмотреть не только готовое решение, но как это все выглядит, соответственно, внутри. Мне, конечно, очень импонирует, что это заводское качество, это модульные дома, это очень быстро, не нужно ждать годами, пока, во-первых, построят, пока вам сделают отделку, так, например, с каменными домами, там, из различных блоков, бетонных, панелей и так далее. Каркасники – это самые, напомню, энергоэффективные дома, не зря их так любят скандинавы. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok